Ну что ж, наши гости не заставили себя долго ждать, и первыми в нашей студии оказались члены общества Татар Бырдемляк, Талгат Валиев и Нурия Шамсудинова. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Исамисес. Как у вас дела? Как настроение? Нормальное, даже очень хорошее. Как и у вас, хорошее утро, хороший день, хорошие ведущие и хорошая компания. Ну и, конечно, хороший повод прийти в гости. Если я не ошибаюсь, в воскресенье произойдет очень интересный праздник, имя которому Сабантой. Да. Да, давайте погрузимся немного в историю. Когда зародился Сабантой, что он означает, какие сакральные, возможно, в себе ценности он несет, и вообще, почему он празднуется? Сабантой — это древний земледельческий праздник. Вот, он зародился более десяти веков назад. Вот, и означает Сабантой из двух слов состоит. Сабантой — это плуг, а туй — это праздник. По-киргизски — той, да? Вот, ну, похожие созвучные слова. Вот, и этот, в те времена, естественно, были люди все земледельцы, и поэтому они все праздновали. А сейчас уже, как говорится, разделение труда произошло. Но праздник остался всеобщим татарским, вот, и татарско-башкерским. Но он празднуется очень интернационально. То есть, приглашаются все представители диаспор народов. Это, вот, скажем, в Татарстане там более ста народов проживает. И в том числе, там, все они приходят на Сабантой. То есть, Сабантой — это не закрытое татарское мероприятие, ни в коем случае. И вот мы, предстоящий праздник, который, еще раз скажу, что состоится в следующее воскресенье, в Карагачевой роще, уже туда приглашены и татарские, и киргизские ансамбли, и казачий хор. И поэтому это очень такой интернациональный праздник. И мы приветствуем всегда всех представителей, всех народов. Ну, я так понимаю, это повод собраться с родными, друзьями, близкими. Тем более, праздники у нас в Кыргызстане очень любят. Да. Самое главное, поэтому это очень семейный праздник. Многие родные, к сожалению, в наш век не встречаются так часто. А на Сабантой стараются прийти все. С детьми, с бабушками, с дедушками. И поэтому этот Сабантой мы проводим, наш союз татар-бардамлек проводится с 2005 года. Кстати, союзу татар-бардамлек уже 20 лет. И при нем существует еще ансамбль, тоже где такие же неунывающие оптимисты-пенсионеры, ну, как мы почти, уже 25 лет. Понимаете, мы не только приветствуем татарские традиции, башкирские, но это все. То есть это единство. Единство всех. Это мир, добро, дружба. Это песня, это радость. Поэтому мы просто приглашаем всех, конечно. Ну, я так понимаю, во-первых, всех тех людей, которые не знают, как вообще разнообразить свою жизнь, это раз. А во-вторых, всех тех людей, которые хотели бы познакомиться поближе с татарской культурой, это два. Ну, и в принципе, я думаю, что если люди не знают, чем занять свое воскресенье, почему бы не пойти? Кабель, давайте до того, как мы объявим дату проведения Сабантуи, где именно будет проходить основанное и проводимое сообществом Бердамляк с 2005 года мероприятие. Давайте поговорим о том, как вообще Сабантуи празднуется. Что происходит? Ну, на Сабантуи, во-первых, обязательно будет Сабантуиное мероприятие. Это спортивное мероприятие. Это куреш. Это, наконец, гири, гиревой спорт. Это, наконец, армслинг. Ну, то есть очень много. Это разбивание кувшинов. Чисто Сабантуиное мероприятие. Это будет концерт. Концерт немного, вы знаете, такой интрига, кто. Ну, примерно уже сказал, что кто у нас будет. Но еще будут гости из Казани, специально приглашенные. Нам в этом помогает посольство России и представители Россотрудничества здесь, в Кыргызстане. Поэтому, вы знаете, очень большая программа. Действительно большая программа. Это семейный, добрый, хороший проект. Спортивные мероприятия, развлекательная шоу-программа. А если говорить о, скажем так, составляющей, которую обожают все взрослые дети, еда. Ставится ли какое-то традиционное блюдо на Сабантой? Ну, предполагается, что будет выездная торговля. Ну, и кроме стандартных напитков и мороженого, будет татарские печенности, скажем, маки там и все такое. Ну, голодным никто не останется. Да, голодным никто не останется. Хорошо. Будет ли Сабантой в этом году кардинально отличаться от того, что было, допустим, в прошлом году? Кардинально нет. Ну, мы стараемся просто повышать качество Сабантой. А кардинально нет. То есть, те традиции, которые заложены, мы их поддерживаем. И еще я хотел добавить, что формат Сабантуя, кроме выступления, скажем, ансамблей, которые любительских, профессиональных, в конце предполагается участие вообще всего народа. То есть, желающие могут выступать до вечера. И все желающие, кто будут выступать, получат призы обязательно. Обязательно. То есть, оно предусмотрено, очень большая призовая программа, так что, поэтому вас приглашаем. Я так понимаю, что... Призов никто не останется. Кто будет участвовать и спортивных соревнованиях, и кто захочет выйти и спеть, и станцевать, они все получат призы. Я так понимаю, что шоу-программа, она открытая будет на Сабантуе, потому что сейчас есть определенный список, но не исключено, что он увеличится в разы благодаря тем людям, которые посетят это мероприятие. Вот можно поподробнее о спортивной составляющей? Потому что, если говорить о развлекательной части, в принципе, все понятно. Какие непосредственно дисциплины будут? К чему готовятся нашим телезрителям? Ну, главное мероприятие... Сабантуе это скачки, но у нас, скажем, не позволяет формата Карагачевой рощи. Поэтому у нас второе главное мероприятие соревнования это Куреш. Это национальная, тюркско-мусульманская борьба на поясах. Значит, победитель в абсолютной категории получает барашка. А в других категориях будет получать, ну, другие подарки. Футболки, там, рубашки, в, скажем, детских категориях. Хорошо, Куреш. Что еще будет? Куреш. Потом гиревый спорт. То есть это на выжимание гири победитель получает тоже призы. Значит, нет, почему? Пожалуйста, пусть люди готовятся. Традиционное, значит, разбивание горшков завязывается в глаза, и разбиваются горшки. Потом, значит, бег в мешках, потом бег с коромыслом, бег с ложкой во рту и яйцом. А перетягивание каната? Ну, в общем-то, всенародные такие, народно-спортивные мероприятия. Основанные на силе и ловкости. Да, да. Ну, я так понимаю, в это воскресенье никто не останется без подарков, никто не останется голодным. Так что давайте подытожим, что, где, когда и во сколько. И насчет входа тоже. Свободный ли он? Вход абсолютно свободный. Мы приглашаем всех, и обязательно с детьми, с родными, со всеми. Везите бабушек, дедушек, везите детей в колясках, пешком, маленьких, больших. Все, чтобы были, почувствовали, что праздник нужен. Праздник для родных, для семьи. Это будет в Карагачевой роще 24 июня, то есть в это воскресенье. Начало в 10 часов. Отлично. Всех ждем. Ну, и, конечно, поблагодарим членов Общества Татар Кыргызстана и Бердемлик за то, что они, во-первых, 13 по счету раз, получается, правильно? Если с 2005 года, то 13 по счету раз уже вы проводите, во-первых, с Абантой. Вам нужно сказать спасибо за то, что вы не сидите сложа руки, то, что вы тоже вносите свою лепту в развлекательную, скажем так, часть, в развлечение нашего общества, скажем так. И, конечно, укрепление дружбы народов. Спасибо вам большое за то, что пришли. Всего вам хорошего. Приходите к нам еще. Мы с вами не прощаемся, дорогие друзья. Увидимся скоро. Все самое интересное впереди.